Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Объем бюджетных кредитов, соответственно, увеличился с 15,3 до 16,5 миллиардов. В областном правительстве отмечают, что таким образом удалось выполнить задачу, поставленную в прошлом году губернатором, не допустить роста госдолга и сократить его. Задолженность уменьшилась на 170 миллионов и сейчас составляет 26 миллиардов рублей. Программа Экономика. Налоговая заботилась улучшением обслуживания посетителей. В день сейчас в новое здание на Комсомольской 1 приходит порядка тысячи налогоплательщиков. По данным Кировского управления налоговой службы, качество обслуживания граждан под постоянным контролем руководителя управления Светланы Чарушиной и ее замов. Все оперзалы оснащены системами видеонаблюдения. У окон приема стоят микрофоны для записи всех операций по обслуживанию граждан. Сейчас в налоговой хотят продлить на один час время работы по субботам и увеличить число администраторов. При этом там отмечают, что гораздо удобнее и быстрее получать госуслуги через интернет. Отмечу, что пока кировчане жалуются на то, что в налоговой одновременно находится очень большое число посетителей, администратор не успевает отвечать на вопросы и нет нужных бланков. Экономика. На 101 АФМ. Резиденты ТАСЭР смогут сэкономить на налоги на имущество. Снизить ставку для них предложило Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Ставку хотят обнулить на 10 лет, что должно привлечь в регион больше инвесторов, повысить конкурентоспособность области по сравнению с соседними регионами, в которых тоже создан ТАСЭР. При этом нулевые ставки на 10 лет установили и Татарстан, и Коми, Пермский край, Вологодская, Нижегородская области. Что касается налога на прибыль, он будет составлять 5% в течение первых 5 лет и 10% с 6 по 10. В ближайшее время будут подготовлены соответствующие законопроекты. К другим новостям. Руководители компании резидента Вятских Полян посадили под домашний арест. Это Виталий Шарипов, возглавляющий компанию «Высота 43». Она занимается производством лифтов и внесена в официальный реестр резидентов ТАСЭР. Ранее Шарипов возглавлял входящий в состав одного из крупнейших российских застройщиков СУ-155, «Серпуховский лифтостроительный завод», из-за долгов которого является фигурантом уголовного дела. Обе компании обанкротились, сотрудникам по полгода не платили зарплату. Шарипову предъявлено обвинение в уклонении в выплате зарплаты 500 сотрудникам на сумму 55 миллионов рублей, пишет навигатор. По его данным, проблемы Шарипова не должны сказаться на реализации проекта в Вятских Полянах. Об этом изданию заявил коммерческий директор «Высоты 43». Предприятие сейчас, по его словам, ежемесячно реализует около 75 лифтов. Депутаты хотят усилить контроль за исполнением бюджета города. Предложение прозвучало на заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам. Ответственные за исполнение бюджета хотят возложить на замов главы администрации. Сейчас по документам за расходы и доходы города отвечают руководители отраслевых и территориальных органов администрации Департамента финансов. Еще одним нововведением может стать ежеквартальный отчет о работе с муниципальным имуществом. Кроме того, в городе должна появиться рабочая группа, которая будет заниматься вопросами увеличения налоговой базы. В нее должны входить депутаты Гордумы, руководители администрации города, представители общественности. Получить льготы по налогам через МФЦ стало проще. Теперь не нужно предоставлять подтверждающие сведения, если речь о транспортном, земельном и налоге на имущество физических лиц. При необходимости налоговая служба самостоятельно запросит сведения у тех органов, организаций и должностных лиц, у которых они имеются. Это предусмотрено поправками федерального законодательства, которые вступили в силу с 2018 года. Гражданам достаточно направить заявление в налоговую инспекцию или в центр моей документы. Заявителю понадобится паспорт и согласие на обработку персональных данных. Куртко несколько цифр напоследок. На 0,3% выросло промпроизводство в Кировской области. Это показатель по итогам 2017 года относительно 2016. 500 тысяч рублей направит Кировская область в этом году на привлечение соотечественников из-за рубежа. На 6% выросли доходы консолидированного областного бюджета и составили 58 миллиардов рублей. В завершении о валютах доллар сегодня 56.26, евро 69.79. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове.